Путешественник, толстый бюргер, святое семейство, песни и даже берлиняшки. В выставочном зале Родины открылась экспозиция итальянской художницы белгородского происхождения Анжелики Астаховой. Почему из всех галерей мира Анжелика выбрала именно белгородскую, расскажем в сюжете. А может кто-нибудь шампанское принесет мне туда, кисточку обмакнуть? Кисточку ботинь. Бокал принесли и работа началась. Впервые в истории выставочного зала Родина автор экспозиции творил на глазах у публики. Картина «Вечность» стала 18-й работой в персональной выставке Анжелики Астаховой. И еще немного сюрпризов от мастера. Все работы для этой выставки были написаны специально в Белгороде. Меньше чем за две недели. И все они останутся в галерее. Этот широкий жест художница объясняет очень просто. Каждая картина должна иметь свою активную жизнь, приносить людям новые чувства и эмоции. Анжелика Астахова – это глоток свежего воздуха в экспозиционную деятельность. Любой галереи, любого выставочного зала – это не в укор другим художникам. Просто я считаю, что выставки должны быть разнообразными. Я очень рада, что мы выставляем Анжелику с ее яркими, цветными, замечательными работами. Анжелика Астахова родилась в Белгороде. Здесь же закончила школу. Затем отправилась в Москву осваивать профессию журналиста. В это же время активно увлеклась поэзией. В начале 2000-х переехала в Италию. Как она сама признается, живописью стала заниматься, чтобы преодолеть языковой барьер. И, как выяснилось, этот вид искусства оказался наиболее родным. Причем до такой степени, что Анжеликой было выведено новое течение изобразительного искусства – нон-арт, в основе которого концепция естественности окружающего мира, полного индивидуальности, несовершенства и неповторимости. Но и нон-арт уже в прошлом. Сейчас в жизни художницы новый период. Я думала красками. Во время того, как я сочиняю картины, дни приходят в голову поэзии. Идеи для этой выставки Анжелика собирала весь год, путешествуя по миру и набираясь впечатлений. Свои картины она называет «Песни красками». Использует в палитре только яркие цвета и резкие контуры. Не имея специального художественного образования, она смогла завоевать признание зарубежной публики. Участвовала в массе выставок. Ее работы можно найти в частных коллекциях Италии, Швейцарии, Германии, США. При этом Анжелика находится в постоянном движении. И в плане географии, и в плане творчества. Все ее картины передают какое-то внутреннее состояние. То есть она как бы открывает свою душу на холсте. В экспозиции всего 18 работ, но времени на их изучение требуется довольно много. Каждая многослойно эмоционально и требует особого внимания. Художница работает под несколькими псевдонимами. Птаха, Энджи, Ангу, Петухов. Что лишний раз подчеркивает многогранность, сложность и непостоянство ее творчества. Выставка Анжелики Астаховой вроде не продлится до 17 июля. Станислав Колесников, Павел Емелин. К этому часу Белгород.